У народа, в принципе, такой царь, которого он заслуживает. То есть среднее звено, оно работает, кто непосредственно там находится. А в большинстве своем, то есть как бы руководство, оно как сидело в кабинете, оно так и сидит. У нас же изначально тоже было много моментов, связанных с тем, что мы не могли согласовать то или иное мероприятие. То есть у нас очень долго шла цепочка, связанная с докладом обстановки, потому что она должна была пройти много разных степеней, оперативного офицера и так далее. То есть такие посредники, да? Выставлялось очень много посредников, чтобы конечный человек, кто принимает решение, меньше всего за это отвечал. Чем больше посредников, тем можно больше размазать свою ответственность. Мозг устроен так, что он оправдает любую точку зрения. Той точке зрения, которой они придерживаются или которая отличается от точки зрения другого человека, они считают ее враждебной. Надо заниматься с теми делами, которыми могут заниматься. То есть делай, что можешь и будь, что будет. То есть с тем, что имеешь. А есть люди, которые хотят споразитировать, я бы так это назвал. Ну, споразитировать на горе, а зачем? Мы не осознаем свою природу, мы не осознаем то, что нам повезло. То есть нам очень повезло родиться в теле человека. То есть находиться здесь что-то. У нас такой спектр чувств нам дан. Мы можем создать что-то красивое. Мы можем увидеть что-то красивое в любом моменте. То есть облака, даже дым из трубы может быть безумно красивым. Но это безусловная красота. То есть она, не знаю, мне кажется, пронизывает все вокруг. Но человек в рамках своей невежественности в коей-то мере пытается навязать. Он пытается управлять тем, что находится вокруг него. Я уволился три года назад. Первый год у меня очень сильно ломался характер. То есть потому что я вообще не понимал, в какую сторону мне идти. Где мне работать, куда мне устраиваться. Дальше устраиваться куда-то в систему. Может быть восстанавливаться куда-то. Но в конечном итоге я пересмотрел свое мировоззрение. То есть появились и люди, с кем было интересно общаться. С кем было интересно взаимодействовать. Я потом уже понял то, что это не мир обман. Это мир, наверное, реалий, в которых мы сейчас существуем. То есть люди хотят в большей степени казаться, а не быть. Здравствуйте, друзья. Мы с вами на канале Перехват Управления. И у нас в гостях Сергей Олегович Терепа. Капитан-лейтенант запаса. Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, Сергей. Сергей, вы все-таки проходили службу. Причем в 2014 году, насколько я знаю, это Крым был. Все эти события были, вы там участвовали непосредственно. У нас сегодня тема будет реабилитация. То есть вы столкнулись, любой человек сталкивается, особенно после военных каких-то действий. То есть если даже травм нет у телесных, то получается все равно психологические травмы всегда есть. Потому что ты видишь то, что не видишь в своей повседневной жизни. Как вы сейчас пытаетесь реабилитировать военнослужащих, которые столкнулись с этим же? И как вы вышли из этой ситуации? Я бы сказал, что это вопрос не сколько реабилитации, сколько и социализации военнослужащего. Поскольку, допустим, если что касаемо офицера, то в каких-то моментах получается момент, что он выдернут из социума, в котором он находится. Потому что 5 лет училища, допустим, это определенного рода казарменное положение все-таки. И потом уже в части. Там в целом все устроено настолько просто, что ты написал рапорт, тебе выдали денежные пособия или еще что-то. И уволили. Да, ты не вникаешь в какие-то социальные моменты, то есть то, что связано с кварплатой или еще что-то. Ну так, по минимуму. Ты, в принципе, не знаешь, что такое это. Мои документы, какие-то вот эти моменты непосредственно с этим связаны. И круг общения, он довольно-таки тесный. То есть ты на работе проводишь очень большое количество времени. Я увольнялся по состоянию здоровья. То есть за довольно-таки такой продолжительный срок службы подизнашивается организм. С ним довольно тяжело его поддерживать и в форме, и так далее. Либо надо куда-то расти. Но понимая все приобретенные болезни, которые у меня случились за период службы, то в основном долгое время я бы не служил, я бы лечился. Соответственно, мне не захотелось занимать место. Когда я написал рапорт на переподготовку, то есть Министерство обороны военнослужащим дает какие-то моменты освоить гражданскую специальность, но оно не дает возможности выходить уже, понимать всю организацию общества. То есть поскольку там есть четкая градация, есть какие-то четкие команды, есть какие-то четкие указания, то есть все это выстроено в такую общую логическую систему, то найти себе... То есть ты такой винтик, который постоянно же подчиняешься кому-то и не думаешь. По большому счету, как говорят, инициатива в армии наказуема. Многие моменты именно были связаны с тем, что именно инициатива, она и не поощрялась. То есть если ты видишь, что эту задачу можно выполнить лучше, командование, которое сверху тебе говорит, что нет, ты будешь выполнять именно так, как мы видим, и в результате это приводит к каким-то там смешным обстоятельствам, из-за которых и в принципе выполнить-то ее не представляется. Хорошо, когда к смешным, а вот когда к трагическим... Все, я считаю, что все обстоятельства в этом в какой-то мере смешные, потому что много и курьезных случаев с этим было, много было и нелепостей. По итогу, конечно, уже как бы все над этим смеются. Но у нас же получился такой своеобразный застой, и командование, которое пытается что-то спланировать и так далее, у них все очень просто. Гладко было на бумаге, но забыли про овраги. И человек, который исполняет эти хотелки, соответственно, ему стараются в меньшей степени дать какую-то свободу выбора. То есть ты должен сделать так-так. И дальше у тебя не приветствуется какая-то разумная инициатива. А что они вам предлагали? Какие обучалки? Переподготовку? Там идет на выбор целый список. То есть это полгода ты либо в аккредитованном вузе гражданском осваиваешь какую-то специальность, либо в вузе Министерства обороны, но который тоже дает какую-то гражданскую специальность. То есть я был в военный университет, как бы иностранный язык английский просто подтянуть так вот, потому что мало ли пригодится. Ну, помимо этого, я еще, когда служил, я учился. То есть я несколько закончил образование высших. У меня юриспуденция, экономика управления нефтегазовым предприятием, и ранхикс, курс переподготовки. Я уже по своей инициативе заканчивал. Это управление государством, муниципальным учреждением. То есть я набрал какой-то такой бэкграунд, если можно так назвать, и уже после этого пытался просто подтянуть английский. Ну, я пытался себя найти в какой-то мере, что мне может быть интересно. Было свободное время, даже не то, что свободное, а чему-то надо было как бы мозг как-то надо было развивать. Потому что если находиться непосредственно в одной и той же среде и не пытаться что-то узнать, то очень сильно деградируешь. И многие наши великие руководители, если так можно выразиться, они не смотрят куда-то в сторону, они идут по какой-то своей натоплению. Не говоря уже о будущем. А зачем? У них все просто. То есть у них все хорошо. Где-то нарисовался, получил медальку или еще что-то. То есть неинтересно. И какие-то инициативы по внедрению новых технологий или еще что-то, способов выполнения той или иной задачи, они это не приветствуют. Они приветствуют, что шестеренки работают в таком формате. Надстраивать какую-то, делать пристройку, это никому не интересно. Возможно, что-то изменилось все-таки, когда началась вот эта спецоперация? Оно, как я понимаю, в большей степени, общаясь со своими сослуживцами, однокашниками, оно изменилось на среднем уровне. То есть среднее звено, оно работает, кто непосредственно там находится. А в большинстве своем, то есть руководство, оно как сидело в кабинете, оно так и сидит. У нас же изначально тоже было много моментов, связанных с тем, что мы не могли согласовать то или иное мероприятие. То есть у нас очень долго шла цепочка, связанная с докладом обстановки, потому что она должна была пройти много разных степеней, оперативного офицера и так далее. То есть такие посредники, да? Выставлялось очень много посредников, чтобы конечный человек, кто принимает решение, меньше всего за это отвечал. Чем больше посредников, тем можно больше размазать свою ответственность. То есть у нас в плане ответственности никто не хочет отвечать, когда происходит что-то плохое. Соответственно. И в рамках этого у меня появились проблемы со здоровьем, я не был доволен системой, как это все выстроено, и я не видел перспективы своего развития. То есть у вас папа не генерал? Нет, у меня папа не генерал. Вы генералом бы не стали? Ну, у него свои внуки, да, или свои дети. Ну, поэтому, соответственно, выступать с какими-то инициативами, что-то продвигать, ну, невозможно, когда система работает именно в таком ключе, что не рассматривается, в принципе. Поэтому, когда я пошел на курсы переподготовки, я начал вникать во многие религии, наверное, так это можно выразить. Я прочитал там Карла Маркса, я прочитал очень много духовной литературы, веды, христианство, да, мусульманство. То есть я во все это пытался вникнуть, потому что хотелось понять, как все это, в принципе, устроено. И придя уже на гражданку, получилось, что я начал сталкиваться с недопониманием, с людьми, которые пытаются обмануть, пытаются даже не то, что там выполнить какие-то интересы, а представляться теми, кем они не являются. То есть что они не могут выполнять те или иные задачи, там, с мнимыми олигархами или еще что-то, которые говорят, вот мы сейчас вот это сделаем, сейчас вот это сделаем. И я не понимал смысл, зачем вы говорите, что вы что-то можете сделать. Если не делаете, да. Но по факту у вас ничего не получается. То есть вот мы сейчас там на стройку зайдем, сейчас мы вот это сделаем, нам надо там столько-то людей, нам нужны фирмы, нам нужно вот это. А поскольку служба была у меня довольно-таки интересная и было много разного общения с разными людьми, да, и бизнесменами, и тоже с бывшими военными, которые там ушли не в бизнес, а занимают какие-то определенные посты, был хороший такой уровень связи. И я просто не мог перестроиться к тому моменту, когда человек говорит одно, а по факту за ним ничего нет. Было очень тяжело, то есть я переживал, я нервничал, я не понимал, зачем вообще это говорить, зачем говорить то, что там кто-то что-то заплатит, хотя вот самого там образа денег нет, там пытаются еще у кого-то взаймы взять. То есть это было сложно. То есть попали в такой мир обмана? Ну, если можно так выразиться, да. Но я потом уже понял то, что это не мир обмана, это мир, наверное, реалий, в которых мы сейчас существуем. То есть люди хотят в большей степени казаться, а не быть. И в конечном итоге, то есть несколько, наверное, вот я уволился три года назад, первый год у меня очень сильно ломался характер, то есть потому что я вообще не понимал, в какую сторону мне идти, где мне работать, куда мне устраиваться, дальше устраиваться куда-то в систему, может быть, восстанавливаться куда-то. Но в конечном итоге я пересмотрел свое мировоззрение, то есть появились и люди, с кем было интересно общаться, с кем было интересно взаимодействовать. То есть итог хороший. Да, итогом я доволен. На самом деле, как бы путь к моему увольнению и недовольству самой системы, он происходил, наверное, в несколько этапов. Я тоже приехал к человеку где-то в 15-м году в Крым, я с ним познакомился, и когда он начал рассказывать какие-то геополитические моменты, то есть взаимодействие с фондами, с разными коммерческими структурами, я все понимал, но я ничего не мог ответить. То есть я как собака смотрел на него, кивал, но абсолютно был в такой прострации, потому что, а как вообще, вот у меня вот есть, он рапорт написал, задачу получил, ура, образно говоря, все, пошел выполнять. И у меня появилось желание к осознанию тех моментов, которые он рассказывал, как это все происходит, как появляются какие-то договорные, выстраиваются договорные отношения. Самый главный вопрос, зачем. Да, и зачем. То есть задаваясь этим вопросом, я понял то, что в армии уже неинтересно, потому что, когда начал изучать более углубленно, факультативно какие-то знания, то примитивность системы работы именно в вооруженных силах, она давала определенного рода тупик. Я видел людей, которые служили 20 лет, которые служили 30 лет, то есть в календарном исчислении, и в конечном итоге их уровень развития находился в рамках своего кабинета. Сергей, получается, что вы в своем таком, даже небольшом, за короткий период развития пришли к тому, что вы поняли, что такое дальновидность, чего как раз это не хватает нашим руководителям, властям и правителям. Если можно так выразиться, то да. То есть должна быть какая-то аналитика на... Будущее, куда мы идем. Даже не то, что на будущее. Можно как-то спрогнозировать те моменты и те геополитические состояния, в которых мы сейчас участвуем. Можно уже как-то даже на общество посмотреть не в том аспекте, в котором мы смотрим, как управлять обществом, как анализировать людей, как манипулировать. Можно уже просто пытаться подойти к какому-то осознанному обществу, то, что каждый выполняет свои функции, независимо от того, грубо говоря, вот ты сдал такой-то тест, ты подходишь на такую-то, такую-то роль. То есть это как минимум, мне кажется, нелогично. То есть безусловно в системе роботов это логично. А в системе человека есть какой-то всегда фактор, в котором... Неожиданности. Ну, я бы не сказал неожиданности. Вообще, если так разобраться, русский народ в своей креативности очень непредсказуем и выступает таким толчком, я бы, наверное, назвал, для многих направлений, именно связанные и с наукой, и с какой-то там социальными программами. Потому что у нас каждая социальная программа, как посмотреть, как ее планируют, и как она обкатывается, это абсолютно непредсказуемые вещи. То есть никак невозможно предугадать. Соответственно, в рамках этого, когда уже началось само СВО, понимая тот свой опыт, который у меня сложился, свое осознание, то, что мне было очень тяжело на гражданке, и понимая людей, которые сейчас придут, грубо говоря, которые находились на острие атаки, у которых жизнь висела на волоске, и они придут в то общество, которое у нас есть. Общество просто элементарно его не примет, этого человека. Да и общество не до этого человека. Они живут своей жизнью. Они живут своей жизнью. У них все хорошо, у них все выстроено, у них свой быт. Закончил училище, пошел, не знаю, Макдональдс работать или еще что-то. То есть, ну, не суть. В таком формате. И когда возвращается человек оттуда, и у него, грубо говоря, в глазах только выстрелы в дым, то никто не может это воспринять в той мере, в которой помочь ему вклиниться. Никто не захочет с ним общаться. То же самое. Его поймут только такие же, как он, по большому счету, которые столкнулись именно с такой ситуацией в жизни. Соответственно, мы долго пытались с данной тематикой, что связано с реабилитацией, именно социализацией военнослужащих, протолкнуть ее на разных форматах. Мы ходили в общество ветеранов разведки, общество ветеранов Афгана. Мы с ними общались. Но получилась ситуация, что люди, находящиеся там, они тоже уже довольно-таки пожилые. Так это назовем. Оторвались от этой реальности. Я бы не сказал, что они оторвались. У них своя реальность, в которой они существуют, им просто неинтересна. То есть, у них есть свое направление. Они этим направлением занимаются. Сейчас создаются очень много фондов, которые пытаются на это выиграть какие-то тендеры, еще что-то. То есть, какие-то программы с этим. Но мы начали предлагать все это закрепить на таком федеральном уровне по регионам. То есть, по большому счету, в любом регионе можно сделать технопарк, на который вывести предприятие, которые могут свое производство организовать там безналоговое. И обеспечить всех людей, пострадавших при военных действиях, то есть, при боевых действиях, могут их... Работы обеспечить. Обеспечить работу. Но в рамках этого рядом с этим же технопарком построить поселение своего рода. То есть, не в том плане то, что ограничить этих людей от общения с остальным обществом, а именно создать им благоприятные условия, чтобы люди, которые там находятся, точно так же их понимали. Соответственно, туда уже можно поставить каких-то социальных работников, отправить их на курсы переподготовки, осваивать какую-то специальность. Вот, допустим, если мы возьмем ту же самую сельхозпродукцию, можно построить огромные фермы такого формата и полностью перекрыть те же самые санкционные какие-то моменты. То есть, это уже в экономическом формате. То есть, система, по большому счету, самоокупаемая. Мы много с кем ее обсуждали. Единственное, я уже к такому формату смирился, с кем мы это обсуждаем. Если кто-то ее хотя бы на 10% организует без нас, уже хорошо. Если кто-то просто возьмет эту идею, за основу. То есть, мы возьмем, если Краснодарский край, Крым тот же самый, военнослужащие точно так же выдают землю. Можно это все объединить в тот формат, что, во-первых, обезопасить их от общества, которое может их не принять. Потому что человек, работавший в той же самой Икеи или еще где-то, уйдя на СВО, там он получал 100 тысяч, сейчас он получает 300-400 тысяч. Да, это хорошо, но он вернется. И, соответственно, кто здесь даст ему такую работу без образования, без еще чего-то? То есть, либо как-то надо в поблату, куда-то устраиваться, соответственно, есть ли знакомые, либо уже, опять же, вкладывать деньги в учебу. Но многие начнут, из-за того, что их общество не приняло, многие начнут спиваться. Ну, спиваться, либо преступный какой-то мир. Преступный мир точно так же, да. Легким путем, так сказать. Я бы не сказал, что это легкий путь, тоже как бы надо перешагнуть через какие-то свои нормальные устои нормы, то есть то, что у него как бы было. Но в любом случае, какая-то деформация личности в рамках боевых действий будет происходить в рамках участия в СВО. Соответственно, если эта идея будет как-то реализована на федеральном уровне через фонды, которые уже учреждены Готом и Атминистерством. К сожалению, что это очень сложно. Это на самом деле государство этим, как мне кажется, не хочет и не будет заниматься. Государство просто с этим не столкнулось. Пока да. У меня другой вопрос. Насколько военнослужащие объединены между собой? Есть разного рода градации, я бы так это назвал, то есть как бы у нас тоже в рамках службы с этим сталкивались. Там есть высший офицерский состав, средний офицерский состав, если так это можно сказать. До майора это уже пониже. Высший майор это уже высший офицерский состав, если так можно выразиться. У них есть свой формат общения. У среднего звена свой формат общения. Ну, если так вот утрировано ко всему подходить. объединяться можно в тот момент, когда человек, который находится на высшей руководящей должности, полностью прошел все этапы становления. То есть, он и в окопах полазил, и на задачи походил, и пайку с бойцами делил, образно говоря. А если такого товарища протащили по знакомствам, то, соответственно, разрыв будет очень большой. Он не поймет, какую задачу ставить. То есть, надо сделать, а как ты ее будешь делать? То есть, вообще, по большому счету, и по уставу говорится, что для того, чтобы выполнить задачу, командир должен обеспечить всем тем, чтобы эта задача была выполнена. Но, как правило, это не делается. Выполнить как? Ваше дело. Да, ваше дело. Нас не касается. То есть, сталкиваясь с этим, конечно, безусловно, у бойцов возникает своего рода смекалка. Ну, это хорошо, мозг работает. Да, это хорошо, это в какой-то степени бывает. То есть, если мы посмотрим с глобальной точки зрения, то я бы не сказал, что ситуация критическая, ситуация плохая, везде есть свои плюсы, везде есть свои минусы. Но, когда мы с этим столкнемся, вот непосредственно здесь, сейчас, когда эти люди приедут в Москву, в регионы, скорее всего, это будет проблема замалчиваться в какой-то степени. Но, если мы, если люди вернутся уже на какие-то подготовленные места, на подготовленные проекты, то есть, связанные с заводами, с импортозамещением, то есть, потому что, если мы разберем формат, что было после Второй мировой войны, нам надо было восстанавливать страну. Сейчас, по большому счету, ситуация, она идентична. Нам не то, что надо ее восстанавливать, нам надо подходить к тому же самому импортозамещению, да, то есть, как бы, обходу этих тех же самых санкций, еще что-то. Да, безусловно, для кого-то сейчас открылось поле возможностей, да, кто зарабатывает сейчас на этом, кто вводит какие-то там санкционные продукты, возит в страну, но мы же можем все это производить и непосредственно мы можем в рамках этого обеспечить людей тот же самый работой. То есть, если мы по той даже небольшой инициативе, которую мы предлагаем, что-то сделаем, да, и в те же самые поселения мы поставим работать психологов, то это будет уже очень, мне кажется, хорошо. А мы это кто? Россия. Сколько вас? Нас? Кто готов? вот этим заниматься? Я не могу сказать, кто непосредственно готов этим заниматься, то есть, мы готовы этим заниматься. Но вот мы это кто? Ну, у меня есть, как бы, ряд единомышленников. То есть, вы не один? Я не один. Все хорошо? Не могу сказать, что у нас очень много, потому что у всех свои какие-то бывают моменты, но как бы мы готовы этим заниматься, мы готовы расписать эту программу, мы готовы ее уже, можно сказать, официально даже в каких-то моментах предложить, если это будет, даже не то, что если это будет интересно, Кто-то ее возьмет и реализует, даже если без нас. Но это надо все-таки через губернаторов. А я, насколько знаю, что ни один губернатор, скорее всего, не подпишется под этим. Мне кажется, надо это делать не через губернаторов, надо это, чтобы указание исходило сверху. Либо в рамках предвыборной кампании каких-то губернаторов. Можно, конечно, пытаться это реализовать. Но это, по крайней мере, нужно. Это нужно реализовывать и туда точно так же внедрить базу по самой психологической поддержке. Мы хотели взять из 12-шаговой программы по реабилитации тех же самых наркоманов. Людей, попавших в трудную жизненную ситуацию, если можно так выразиться. Поскольку люди, которые там участвуют, возвращаются в какой-то степени и адреналиновыми наркоманами. Если можно так выразиться, конечно, это очень грубо, но все же. То есть те моменты, которые они прошли, тот формат гормонов, которых выстроен у них в теле, он очень тяжело будет перестраиваться. Да, им нужен будет какой-то экстрим, потому что многие люди, которые участвовали в боевых действиях, они возвращаются, пересаживаются на мотоцикл, разбиваются на этих мотоциклах. То есть у них уже немного другой формат мышления. Соответственно, это определенного рода допинг. Если выходить из этого постепенно через те же самые, как это идет у них, анонимные группы, то тут группы не то чтобы анонимные, но группы военнослужащих, которые между собой могут обсуждать какие-то моменты, с которыми они сталкивались точно так же. Сергей, а тогда такой вопрос. Почему вот эти люди, которые испытывают адреналиновый голод, почему они идут таким легким путем? Понятно, что спускание вниз, скажем так, это легче выбор. Но это неправильный же выбор. Скорее всего, можно было бы изменить само общество, может быть, поменять как-то, может быть, сделать его более правильным и красивым. Мне кажется, просто никто им этого не подсказал, что есть какой-то другой вариант. И в большинстве своем, то есть они сталкиваются с отписками на те или иные свои предложения. Ну, потому что они к чиновникам обращаются. Они обращаются к чиновникам, они обращаются в те же самые военкоматы. Они обращаются, как бы, разрозненность. В этом плане есть определенного рода разрозненность. Вот поэтому я и спросил, насколько вы сплочены военные, бывшие. Ну, бывшие военные, безусловно, мы всегда найдем каких-то и общих знакомых, и общие интересы. Если встретились два военнослужащего и не нашли общих знакомых, значит, один из них, безусловно, предатель. То есть, так можно выразиться. Сплоченность, она же зарождается в формате какого-то общения, в формате взаимоотношений, общих интересов. Соответственно, если, конечно, они вернутся и их просто выкинут в общество, то кто-то найдет в себе стержень уйти в бизнес, кто-то найдет в себе стержень вести какую-то политическую карьеру, кто-то найдет разные возможности предпринимательства или еще что-то, компенсировать это. Но, по большому счету, разобщенность, которая у нас сейчас в обществе идет, она приводит к тому, что человек, он элементарно, ему проще найти удовлетворение в каких-то более низменных желаниях. Желаниях, да, связанных с алкоголем, еще что-то, то есть, не обязательно во что-то вникать. То есть, у него формируется понимание, да, то, что вот он герой, он вернулся, да, а само общество его не приняло. А его никто не оценил. Да, его никто не принял. А потому что общество сейчас не находится в том состоянии, в котором находится он. Ну, как я уже выразился в прошлый раз, никого никак не касается здесь абсолютно то, что происходит. Ну, люди в кредитах все. Люди в кредитах, люди как бы покупают себе новый айфон и еще что-то там мечтают, не знаю, съездить куда-то за границу отдохнуть, да, там, на Бали или еще как-то. То есть, им неинтересно. Как тогда вот эти вот две группы могут сочетаться вместе в будущем? В будущем эти группы могут сочетаться в том формате, то, что люди, которые на данный момент осознанные, будут помогать тем же самым товарищам, которые оттуда вернутся, в переподготовке, в социализации, выслушивать их хотя бы. То есть, как выслушать человека, это уже, на самом деле, мне кажется, большая заслуга перед тем же самым обществом. Потому что, ну, многих это не касается. То есть, направлять их? Безусловно, безусловно. Правильное направление. Безусловно. Осознанное общество поддержит и направит. Оно не оставит их без дела. Те же самые, да, я знаю, сейчас есть определенного рода программы, то, что человек, который уходит добровольцем, его устраивают точно так же в государственные учреждения, да, там, то есть, так, Россеть, да, в таком формате работает. Россеть выплачивает зарплату, Министерство обороны выплачивает зарплату. То есть, как бы, и он возвращается, у него уже есть какая-то плюс-минус должность, так это назовем. Но та ли это должность, которую он хочет. То есть, если запускать, то тот же самый институт переподготовки, он должен связываться не только с высшим образованием, да, чтобы, как бы, мы опять не получили даже... Бухгалтеров. Бухгалтеров, менеджеров, юристов и так далее, да. Да, есть специальности, которые мы забыли, да, у нас токарей элементарно нет, да, почему-то у нас класс рабочего, он стал невостребован. А многие люди, как бы, очень, ну, могут работать, могут точно так же заменить тех же самых, да, проблемных... Не могут работать, может быть, у них призвание именно такое, может быть, именно это будет... Токарь, слесарь, все может быть, но у нас это получились невостребованные профессии в какой-то мере. У нас... Ну, это типа невыгодно, это же психология на самом деле. Ну... Ты будешь стоять возле станка, грязный, тебе это надо? Да, я думаю, это надо, это многим надо, это то, что мы забыли, и я бы сказал то, что именно эти специальности зарабатывают довольно-таки неплохие деньги. Независимо от того, что человек ли сидит в офисе, или человек работает у станка, да. Человек в офисе сидит, в основном это вот такая вот обычно прокладка, ненужный паразит. Вот, а человек, который у станка работает, он непосредственно делает какую-то определенную вещь, и он полезен, он востребован. Да, он плоды труда, плоды труда. Если мы даже разберем момент с теми, ну, как у нас сейчас встает очень острый вопрос, да, с мигрантами, поскольку их очень много, но почему люди, находящиеся здесь, не идут на ту работу, на которую идут эти люди? То есть, они же не хотят, они же хотят работать именно, сидеть в офисе. Мигранты у нас в основном это торгаши. Торгаши, стройка, опять же-таки. То есть, как бы, почему, если так вот, улиц русских, славянских бригад, практически рабочих очень мало? Потому что там ответственности, им надо платить больше, за них надо отвечать. А тот привез и увез. Да, когда был Советский Союз, как бы, везде платили одинаково, поэтому не обязательно было куда-то ехать. Ну, само собой, это понятно, да, то есть, как бы, наши гости, гости с Ближнего Востока, да, они там же получали столько же, сколько получают, приезжая сюда. И не нужно было делать каких-то элементарных миграций. Но сейчас эта миграция-то, она на самом деле искусственная? Вот, это же понятенство? В большей степени, да. В большей степени, да. Которые не могут ни дом подмести, да, там, ни улицу убрать, ни, там, отпилить что-то, прибить что-то. Делая воротнички. Да. То есть, как бы, соответственно, мы сталкивались с тем, что приезжают люди, которые выполняют эту работу. Да, безусловно, как бы, они приезжают со своим уставом в чужой монастырь. То есть, тут необходимо уже продумывать какие-то моменты в плане законодательной власти, связанной с ними. Но точно так же нужно и давать какую-то альтернативу. То есть, да, мы выгоним мигрантов, а кто пойдет работать? То есть, ну, такой момент тоже, как бы, стоит учитывать. Соответственно, в рамках этого наше общество еще, может быть, где-то и не созрело. То есть, к тем или иным направлениям. А с людьми, с людьми, которые вернутся, им непосредственно нужно будет дать работу. Им нужно их переподготовить. Их нужно уважать за то, что они выполняли. Может быть, кто-то осудит то, что это неправильные действия вообще, в принципе, в целом. Там и они убивают мирных жителей или еще что-то. Но люди выполняют свой долг перед государством, в котором они родились. Под которое, как бы, они не то, что... Не сказать то, что они подписались. Они любят это государство. А у меня вот такой вопрос. Вот многие уехали же, да, так скажем, убежали, чтобы не идти на это СВО. А другие пошли на это СВО. И вот кто даже, скажем так, мнение, да, за что я воюю? За эту власть, за олигархов или за Россию? Как вот здесь вот... Люди воюют за Россию. Люди воюют за суверенитет нашей страны. Безусловно, есть проблемы, связанные с руководством. Безусловно, они есть. Безусловно, все могло закончиться намного быстрее. То есть, как бы, если бы все выстроено грамотно, да, то есть, как бы, если бы, ну, все было бы хорошо спланировано. Потому что мы помним, да, все начало, оно было довольно-таки сумбурное. Потом выстроилось уже более в какую-то, более понятные, да, рамки. Но люди, которые туда пошли, они пошли, добровольцы, они пошли за Россию. Их не интересуют те товарищи, да, которые там сидят где-то в Москве в теплых креслах и попивают кофеек, да, и пытают, ну, и ничего не делают. Их это не интересует. Они пошли за свой дом, то есть, как бы, они пошли как патриоты своей страны. То есть, это внутренний такой призыв? Внутренний призыв плюс связанный с тем, то, что, как бы, определенного рода, конечно, была и опасность в этой ситуации, да. Ну, я, если честно, я понимаю, да, причины, по которым произошел этот конфликт. И развитие этого конфликта, да, оно может быть, именно выходить и какое-то мирное русло, оно может выходить непосредственно и более, как бы, жесткому наступлению, да, связанному там с нашей страной. Просто есть командование, которое принимает решения. Не все решения командования бывают правильными. Но поскольку принцип единоначалия, да, на котором, как бы, и строятся все вооруженные силы, и командир сказал, да, и даже если там какой-то преступный приказ там или еще что-то, то есть, он противоречит каким-то нормам закона, приказ должен быть выполнен. То есть, там очень двоякая трактовка всех моментов даже в том же самом уставе. Осознанный человек может даже не то, что это обжаловать, это можно как-то обсудить. И любой другой человек на месте того же самого начальства может прислушиваться к какому-то конструктивному диалогу. То есть, он можно вырабатывать какое-то полезное решение. А в большинстве своем начальники производят так, я сказал, значит, все. То есть, как бы, я своих решений не меняю, я вот принципиальный человек и так далее. Ну, как бы, правильное-неправильное решение, это уже никого не волнует. Все ситуации в этом плане дворяки. Это определенного рода опыт. То есть, и для людей, которые там участвуют, и для нашего руководства, которое сейчас вот сталкивается, да, с теми же самыми моментами, когда многие пытаются внутри страны лодку раскачать в разные стороны. Ну, если бы общество было осознанное, то, как бы, не приходилось бы и прибегать какой-то оппозиции там или еще что-то. У народа, в принципе, такой царь, которого он заслуживает, если так вот сказать. То есть, как бы, то общество, которое сформировало всю эту информационную повестку или такую повестку, да, они сами поставили. И как вот в прошлый раз было, там, голосовал, не голосовал, да, ребят, ну, это не играет принципиально, вот, даже сейчас никакой роли. Вы сами создали такой прецедент. Вы сами к этому пришли. Есть часть осознанных людей, которые понимают, что это ни к чему не ведет, и просто надо заниматься с теми делами, которыми могут заниматься, да, то есть, как бы, делай, что можешь, и будь, что будет, то есть, как бы, с тем, что имеешь. А есть люди, которые вот хотят именно непосредственно на этом как-то даже нажиться, спаразитировать, я бы так это назвал. Ну, спаразитировать на горе, а зачем? То есть, предложите какой-то нормальный вариант развития событий, предложите какие-то условия, которые вы можете создать, сделайте что-то хорошее. Зачем критиковать? Вот, ну, даже критика той же самой власти, она по большому счету, но я бы не сказал, что она является каким-то продуктивым. Она все равно подпитывает тот же самый энергией, тот эгрегор, который работает. Ну что, власти надо подсказывать? Ну, будет ли она слушать? Им же хорошо. Я бы не сказал, что им хорошо, они сами в каких-то моментах не знают. Они сколько, ну, власть у нас уже довольно-таки долгая, она устоявшаяся. То есть, в каких-то моментах они далеки от общества, если так это разумеется. Любой начальник, любой командир, находясь на той или иной должности, то есть, армия это все равно, если мы так назовем, такой мини-модель государства. И все, что происходит там, в принципе, происходит и здесь. Оно никак не коллерирует. То есть, оно... Ну, параллельное. Да, оно вот идет как бы в такую параллель. Я прекрасно понимаю, человек, который находится на должности, там, высокоруководящий около 10 или 12 лет, у него замыливается глаз, он не понимает то, что если просто нарисовать там карту с победой, то не обязательно победишь. То есть, все, вот тут по стрелочкам эти туда, эти сюда, все, мы победили. Он живет в таком своем мире. Да, он великий начальник, он принимает решение. Все. Соответственно, он уже никому не прислушивается, да, то есть, как бы он единый начальник, все. То есть, как бы никакие моменты его не касаются. Но есть, как бы, конструктивная критика, есть объективные, да, какие-то моменты, потому что вот в рамках принятия какого-то решения или задачи я точно так же оперировал тем, то, что я пытался спросить своих подчиненных, как вы видите, как вам удобнее, что вы хотите. Ну, а самое главное – это результат же? Самый главный результат. Ну, вот, допустим, если мне поставить задачу выдвинуться из точки А в точку Б, расстояние, допустим, 30 километров, так назовем это, скрытно, с какой скоростью я пойду? Ну, мне скажут, за 6 часов ты должен быть там-то, там-то. Ну, а как я быстро туда, с группы прибегу? Скрытно. Ну, никак, абсолютно. Но вот задача стоит вот так вот. Делайте, что хотите, но вот выполните ее так. А если открыть нормативные документы, то оно так не работает, то там есть как бы определенного рода скорость, там, 2 километра в час, образно говоря. То есть не конкретно там от чего-то, просто образно. То есть и как это уложить? Ну, никак, по большому счету. Но задача стоит. Потому что я большой начальник, я так вижу. И я не считаю то, что это правильно. Если ты ему говоришь, ну, как бы это нецелесообразно, это невозможно. Люди устанут, люди ничего не сделают. Ну, вот придумывайте что-нибудь. Я вот так вот вижу. И у нас получается именно такой же сейчас формат, что есть большие начальники, которые ставят там определенного рода задачи. Есть люди, которые пытаются и в системе, и внутри системы, да, там, то есть как бы достучаться, взаимодействовать. Есть общество, которое, в принципе, выказывает и какой-то негатив. Да и которое ничего не знает на самом деле, что происходит. Да, и которое не знает, и которое не вникает, и они далеки от этого. То есть вот пусть идет, как идет. Зачем нам куда-то вникать? То есть у меня есть там свой домик, свой огород или еще что-то. Вот оно никак меня не касается. Но если мы подойдем уже к этому более глобально, то же самое общество, оно и поставило ту верхушку управления, которое, ну, все с молчаливого согласия. Безнаказанность порождает вседозволенность. То есть как бы мы прекрасно это знаем. И к чему мы сейчас пытаемся взывать, да, то есть как бы кого-то начинает что-то не устраивать. Но если мы к этому пришли, давайте как-то лояльно договариваться. То есть как бы если у вас есть недовольство, подскажите, как из этой ситуации выйти. Как подойти к тому или иному моменту. Как решить этот момент. Ну, я считаю, что это конструктивный диалог. Нежели люди там выходят на какие-то митинги, да, условно говоря, получают дубинкой, да, и расходятся по домам. То есть есть возможности конструктивного диалога. Есть ли какие-то там лидеры общественных мнений, да, как тоже, ну, в прошлый раз я говорил. Ну, дайте вы ему доверенность. Пусть он представляет ваши интересы в том же самом, не знаю, там, Думе или еще что-то. Куда-то идет и говорит, вот, у меня есть доверенность там от тысячи человек, образно говоря, они недовольны вот этим. Людям надо еще тысячу человек собрать, чтобы взять с них доверенность и подписи. Безусловно, безусловно, это работа, это, ну, это хоть какой-то вариант решения, чем устраивать перепалку в интернете, в каких-то там комментариях или еще что-то, да, то есть как бы это хоть какой-то вариант. Ну, людям, наверное, сначала все-таки нужно дать знание, понимание, разлучение. Вот как вы сказали, что вы столкнулись с ложью, да, вот этого же не должно быть в нормальном обществе. Если ты христианин или там, я не знаю, кришнаит или там и так далее, и так далее, мусульманин, то врать-то ты не должен быть. А все религии-то, в принципе, ведут к одному – почитай окружающих себя, то есть люби, возлюби ближнего своего так же, как и себя. Но у нас каждый абсолютно врет, практически каждый. В большинстве своем, да, в большинстве своем, то есть как бы люди хотят кем-то казаться, потому что в рамках, ну, повестки все хотят быть успешными. Ну, а с другой стороны, вот эта вот ложь, которая в голове, она никогда не даст человеку видеть правду. То есть любые события, любой текст, любой, я не знаю, разговор, видео, они будут воспринимать по-своему, они будут его воспринимать правильно. Безусловно, мозг устроен так, что он оправдает любую точку зрения. Той точке зрения, которой они придерживаются или которая отличается от точки зрения другого человека, они считают ее враждебной. То есть, как вот такой вот механизм. То есть, они считают ее враждебной, соответственно, как бы они атакуют эту враждебную клетку, да, вот там неправильно сказали, там, вот это неправильно сказали. А, что вы предложили? То есть, отвергаешь, предлагая золотое правило, если ты не можешь ничего предложить, то зачем вступать в ту же самую словесную перепалку, просто сказать то, что нет, это не так. У меня недавно был, как бы на личном примере, такой диалог, как бы давненько уже, наверное, занимался спортом и с одним товарищем. У нас такая разница где-то в год. Я уже ушел, то есть, дальше поступил в Суворовское училище, а он только как бы пришел в бокс. Я говорю, вот, ну, разговор о тренерах. Я говорю, вот с этим тренером, говорю, я не уставал. То есть, как бы у меня не было усталости, то есть, у меня, ну, не было такой физической нагрузки, которая хотелось, а вот там не уставал. Да нет, не может такого быть, вот я уставал, почему ты не уставал? Я говорю, ну, потому что, говорю, это я. То есть, как бы у нас, ну, есть какая-то разница. Мне было легко, тебе было тяжело. Нет, не может быть. Я говорю, а как ты можешь описать мой организм через свой? То есть, как бы это мои качества. Почему этого не может быть? Нет, я вот тебе не верю. Как бы там вот такой тренер был хороший. То есть, как бы и он гонял так хорошо. И вот он там все вставил. А может быть, ты халтурил и так далее? Да, может быть, да. Это как версия. Да, я говорю, ну, я удивился на самом деле, почему человек, опираясь на какие-то свои качества, на свои знания, может описать мои. То есть, мне нет смысла врать, по большому счету. Это было там 15 лет назад. То есть, как бы тут именно сам процесс тому, чтобы сказать, нет, это было не так. То есть, именно вступить в какую-то конфронтацию. Ну, некоторые, да, спор именно любят. Да, то есть, как бы именно сама вот конфронтация. То есть, и многие вот в обществе любят эту конфронтацию сейчас. То есть, независимо от того, что человек сказал, как бы он выразил свое мнение. Нет, это не так. Почему не так? Я не знаю, но это вот не так. И вообще он мне не нравится. Да, и вообще он мне не нравится. Да, на тебе в рожу, там образно говорят. И из-за этого возникает очень много конфликтов, связанных даже не с тем, что отличается мировоззрение, а просто люди привыкли конфликтовать. Это говорит о некой неосознанности, нашего предназначения в обществе или еще что-то. То есть есть люди, которые могут просвещать людей, есть люди, которые могут хорошо работать, есть люди, которые хорошо выполняют точные какие-то работы. Я был знаком с одним человеком, дважды герой соцтруда у себя в родном городе в электростале, товарищ Ерыгин. Он был токарь-карусельщик. И те детали, которые он выпиливал на этом станке, а это станок размером, наверное, с двухэтажное здание такое хорошее, ни один лазер не мог выполнить. Ему было очень много лет. Он говорит, ну ручки так немного трясутся. Такой старенький дедушка, но профессионал в своем деле. Просто профессионал. То есть каждый человек полезен. Только надо ему найти место, его предназначение. Безусловно. Он же для чего-то родился. Безусловно, безусловно. Но наше предназначение, наверное, все-таки понять то, что на первоначальном этапе, что мир, он не настолько агрессивен, как многие думают. Что мир, наверное, для безусловной любви создан, для какой-то, да, то есть для безусловной красоты. Все в этом мире существует в гармонии. Какую бы вы хотели Землю видеть? Да, я бы, наверное, сказал процветающую в том формате то, что... Напишите физические качества. В каком мире вы хотели бы жить? В мире, где человек находится в полном взаимодействии с природой. То есть не пытаться природу поменять под себя, а принять природу такое, какая она есть. И людей точно так же принимать, какие они есть, и не пытаться их переделать. У нас же появилась уникальная возможность. Сколько сейчас у нас на Земле? Где-то 8,5 миллиардов. Мы уже безумно богаты. То есть то, что мы одни из этих 8,5 миллиардов. Мы уже безумно богаты тем, что мы сюда пришли. Уже у нас есть возможность дать какие-то знания, развиваться в том или ином направлении. Что-то создавать, как-то взаимодействовать. Но в рамках, наверное, какого-то нашего невежества мы вступаем в конфликты. А что такое невежество? Неосознание своей природы, если так мягко выразиться. Мы не осознаем свою природу. Мы не осознаем то, что нам повезло. То есть нам очень повезло родиться в теле человека. То есть находиться здесь что-то... У нас такой спектр чувств нам дан. Мы можем создать что-то красивое. Мы можем увидеть что-то красивое вообще в любом моменте. То есть облака. Даже дым из трубы может быть безумно красивым. Но это безусловная красота. То есть она, мне кажется, пронизывает все вокруг. Но человек в рамках своей невежественности в коей-то мере пытается навязать то, что он пытается управлять этим. Он пытается не что-то принести или как-то созидать. Он пытается управлять тем, что находится вокруг него. Ну вот нас, например, пытаются сейчас уничтожить по всей земле. Слишком нас много стало. Я к чему это говорю? Причина у них, что мы гадим. Но я действительно в лес захожу. Я действительно вижу. Я тоже в этот момент становлюсь глобалисткой. И тоже хочу, чтобы народ был уничтожен. А если бы каждый проходил и убирал бы там... Я не знаю. Я прохожу по улице. Если я вижу там мимо какой-то пластиковый стаканчик валяется, я его возьму и выкину. Мне несложно это сделать. Абсолютно несложно. Если из урны что-то выпало, я могу пройти, как бы это закинуть. А многие проходят мимо этого. То есть если каждый начнет убираться, убирать за собой или убирать за другим, помогать другому человеку в тех или иных моментах, то многое может измениться на самом деле. Мне когда-то сказали такую фразу, очень умный человек, что у настоящей королевы корона не падает при наклоне. С тех пор я тоже хожу и убираю мусор, и мне это тоже несложно сделать в лесу. И на самом деле стало больше таких людей появляться. И у нас в лесу уже стало чисто. Да, только личным примером. Планета же или Земля, она пачкается не из-за нашей деятельности, а из-за того, что мы за собой не убираем элементарно. То есть из-за того, что мы не можем точно так же, не знаю, сейчас бабушку перевезти через дорогу, мусор прибрать. У нас даже раньше, я вспоминаю те же самые 90-е годы, в подъезде каждый убирался на своей лестничной клетке сам. То есть как бы там по каким-то определенным дням один человек, второй человек, было чисто по большому счету. В СССР, я думаю, наверное, было точно так же. Я очень мало застал СССР, поэтому не готов судить. Было так же. Соответственно, не было кодовых дверей. Это появилось уже ближе к 2000-м годам. То есть подъезд был всегда открыт. И в подъездах было чисто по большому счету. Да и двери даже в выходные были открыты. Я не застал, честно могу сказать, поэтому не могу об этом судить со своей точки зрения. Но сейчас, посмотрите, у нас соседи по лестничной клетке никто не знает. По большому счету, где он, кто он, что он, чем занимается, могут ли как-то помочь или еще что-то. А что случится с человеком, он остается в своей квартире, он никак не взаимодействует. Он находится в телефоне. Зачем ему выходить куда-то в мир, когда... То есть у каждого своя реальность получается. У каждого, да. У каждого своя реальность. И в рамках этой реальности зачем ему какое-то взаимодействие. Он смотрит то, что ему интересно. Он включил телевизор, как бы много разных программ. И это раньше, когда я был маленький, мне был очень неинтересен канал Культура на самом деле. То есть я всегда думал, да что музыка какая-то, мультики посмотреть, еще что-то. То есть что-то такое, что ребенку интересно. Сейчас я считаю, что это самый спокойный канал, который ни к чему не призывает, никого не обвиняет. То есть как бы и там самые нормальные действия происходили именно на этом канале. Глядя на него, хотелось как-то духовно развиваться или расти, или еще что-то прикасаться к чему-то прекрасному. То есть если мы сможем в рамках нашего взаимодействия с людьми объяснить на своем примере то, что можно не с пены у рта доказывать, что человек неправ, а просто даже не соглашаясь с этим временем допустить его точку зрения, то уже будет проще. Сергей, спасибо большое. У нас много с вами тем. Друзья, на этом все. С нами был Сергей Олегович Терепа. Спасибо ему большое. Я вас тоже благодарю.